Привет, друзья! С вами Ирина. У нас новости по строительству нашего дома. Мы уже подписали, наконец-то, контракт со строительной фирмой. Поменяли застройщика, потому что старый застройщик, ну, никак не хотел чехлиться. Заключили контракт уже с новым застройщиком. Они сделали нам проект дома буквально за полторы недели, чтобы мы могли быстрее отправить его на утверждение. И как только мы подписали контракт, буквально через день звонит наш первый застройщик. Такой, ну что там, как дела? Муж у него спрашивает, а что, что-то готово? Он такой, да нет, архитектор еще ничего не сделала. Причем у нее было уже два месяца, по-моему. И она нам, нет, он нам обещал, что вот в следующий вторник 100% будет все готово. С тех пор прошло, по-моему, 6 следующих вторников, если не больше. Я сначала считала, а потом уже сбилась со счета и перестала это делать. Ну, в общем, мы сказали, что спасибо, но ваши услуги нам больше не нужны. Ну, так как мы с ним ничего не подписывали, никаких предварительных контрактов, то, естественно, как бы мы ему ничего не должны. Тем более, что он нам так ничего и не сделал из того, что обещал. Вот, так что мы очень рады и счастливы, что поменяли на конец застройщика. И как-то дело двинулось. Буквально перед вылетом в Запорожье, вот в вечер перед вылетом, в 6 утра нам вылетать. А, муж вернулся с магазина. Вот, в 6 утра нам вылетать, а утречком мы, нет, вечером мы поехали к архитектору и подписали все документы, которые нужны, чтобы передать их на утверждение. Привет, я внезапно с магазина вернулся. В общем, подписали мы эти документы, чтобы застройщик, вот пока мы будем летать на Украину, смог передать их в АУАМТ, да? Там, получается, три комплекта готовятся. Мы подписывали 4 комплекта, один нам и три на передачу в Радхаус, в разные подразделения, якобы, чтобы быстрее было. Явно в БАУАМТ передается, и он еще говорил, передается в какое-то подразделение, связанное с водоснабжением, еще с чем-то, честно сказать, не помню. Я не знаю, откуда подавать документы. Ну, в общем, и они выслали уже нам первый счет на оплату, то есть мы передали вот этот весь счет своему финансовому консультанту, он там уже будет разбираться. Это за фермесунг, да? Это, получается, первая часть, якобы 10%, с высчитом 5%, которого, нашего страхового платежа, который мы якобы удерживаем до конца строительных работ. И в первый платеж входят инженерные услуги и подготовка документов для согласования. То есть это было измерение земли, то есть, по-моему, участка с высотами, со всеми... Да, высоты, они все на плане. Расчет на немецком называется Statiker, то есть это, я не знаю, как правильно называется на русском, это расчет нагрузок на здания, на стены, на фундамент и так далее. Ну, в общем, и после вот этого заверения, как дом будет на плане выглядеть, да? Да, после заверения они имеют право начинать строительство. Ну, мы еще там будем уточнять уже с архитектором лично внутренние стены, ну, там размеры немножечко буквально туда-сюда подправить, еще все можно. Главное, вот, наружный облик здания, высоты, широты, размеры. Наружные размеры важны, внешний вид, то есть положение, плюс-минус хотя бы какое-то положение окон, вид крыши, размеры крыши, размеры стен, размещение на плане, это важно. Остальную внутрянку можно потом частично подправить. И заодно мы попросили внести забор в этот план, чтобы потом отдельно его не утверждать. У нас разрешен забор высотой полтора метра, если он не массив, как это, не... В общем, дырявый должен быть. Цельную кирпичную стену полтора метра возводить нельзя. Да, забор должен быть просматриваемый. Там можно не то 80 сантиметров, не то 50 сантиметров, ну, что-то в этих пределах, какую-то нижнюю треть, скажем так, забора можно делать непросматриваемой. А верхняя часть должна быть легкой, скажем так, то есть продуваемой, просматриваемой. Да, но сетка тоже запрещена. Да, сетка тоже запрещена. Если это не живая изгородь. Сетку можно только, если потом будет досаживаться живая изгородь. И все это указано в интерлагах, в документации, которая прилагается перед покупкой земли. Да, вы должны это все изучить, что можно строить, что нельзя. Ну, ладно, друзья, на этом пока что новости заканчиваются. Поедем дальше по своим делам украинским. Так что всем пока и до новых встреч. Счастливо. Счастливо.